У домов номер 3 и 3А на улице Машенцева развернули масштабные работы по устранению подтоплений в подвалах. На кадрах, снятых жителями, видно, что из-за аварии подъезды периодически превращались в парильни. О том, что в подвалах домов периодически происходит потопление, химчанка Анна Петраченок несколько дней назад рассказала главе округа Дмитрию Волошину на личном приеме. Жители обращались в ТСК Мосэнерго и химкинские профильные службы. Специалисты откачивали воду, но через время история повторялась, так как источник утечки не был найден. К нам пришли люди, говорят, что у нас в подвале вода. Значит, мы должны либо решить этот вопрос, значит, нам нужно выставить пост, Денис Анатольевич, наш, ТСК Мосэнерго, наш пост, и оттуда не уходить, пока мы воду не уберем. К работам по поиску и устранению аварии приступили сразу. Их проведение Дмитрий Волошин взял на личный контроль. То, что мне Анна рассказала, вот вы были у меня на приеме, там чуть ли не, не знаю, не могут найти эту течь, такая проблема, поэтому я решил сам заняться и взять Машенцева 3А на свой контроль. И поэтому у вас точно все будет в порядке. В ходе ремонтно-восстановительных работ профильные службы выяснили, что протекает старая асбестовая труба, предназначенная для водоотведения. Эту коммуникацию удалось обнаружить только после поисковых раскопок. Труба была бесхозной, ее не было ни на одной из схем. Дмитрий Волошин дал распоряжение провести реконструкцию качественно. Ты сейчас с людьми зайди в подвал, посмотрю, что нужно поменять, чтобы не текло. Потом сроки, сколько нам нужно времени, нам же нужно сказать, мы приехали просто. Мы, соответственно, сегодня должны полностью завершить, чтобы сюда вода уже не поступала. Торопиться не надо, да, аккуратно все сделайте, и потом мы сюда приедем, проверим, все ли нормально. Сразу же после окончания восстановительных работ коммуникаций приведут в порядок облик подъездов. Как только мы с трубой закончим, мы тогда дойдем до подъезда. Все, я несу персональное ответственность за ваш подъезд. Соответственно, обещаю, что у вас будет все четко и как положено. Дмитрий Волошин сообщил, что приедет еще раз, чтобы оценить результат проделанной работы. Чтобы лично проверить, что у нас проблема устранилась, и вода не наполняет наши приямки. После этого уже будут заниматься благоустройством. Очень рады, что на нас обратили внимание и попробуют решить нашу проблему. Спасибо большое. По итогу восстановительных и ремонтных работ проверять качество ремонта и отделки подъездов будут совместно с жителями. Александр Сергеев, Руслан Сафин, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.